Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие». Здесь дается напоминание в 10 главе о создании вторых скрижалей, также об избрании колена Левина и уяснении народу требований благодарованного закона, чтобы они серьезно относились к каждой заповеди. В то время сказал мне Господь, вытешив себе две скрижали каменные, подобно первым, после того, как Моисей разбил первые и столол их в золотой прах. «И взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. «И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние», но прежние сам Господь сделал их, «и пошел на гору, и две сие скрижали были в руках моих». «И написал он, то есть Господь, на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе и среди огня в день собрания, и отдал их Господь мне». Вот здесь сказано, что это было десяти словия, десять слов, хотя понятно, в некоторых заповедях было по несколько слов. Есть другая точка зрения, что каждый заповедь произносилось как одно цельное слово, и только внимательно слушавший он мог понять, о чем идет речь. «И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь, чтобы они были не на виду, и ведь они тоже могли стать объектом поклонения. И сыны Израилевы отправились из Баеров, Бене, Якинав, Мозер, и там умер Арон и погребен там, и стал священником вместо его сын, его Елизар». Колено Аронова становится священническим в поколениях. Теперь не только Арон, священник, он умер, но и все его потомство учреждается как бы династией. Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки воды. В то время отделил Господь колено Левина, чтобы носить ковчег завета Господня, предоставлять пред Господом, служить Ему и молиться, и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. То есть священнослужители, они отделяются для особой работы, равно как и колено Левина, те, которые левиты, но не священники. Священниками были потомки Левия, и не только Левия, но и Арона. А те, которые потомки только Левия, но не Арона, они не могли священно действовать, но они помогали. «Потому нету Левиту части и удела с братьями Его, сам Господь есть удел Его, как говорил Ему Господь Бог Твой». То есть не надо ничего ждать от священника, ни политики, ни истории. Не надо ждать от него литературной критики. «Господь удел Его». Современный мир должен ждать от священника только Христа. Как и апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа и притом распитого. И Господь есть удел наш. И когда мы занимаемся не своим делом, это не угодно Богу. «Потому нету Левиту части и удела с братьями Его, сам Господь есть удел Его, как говорил Ему Господь Бог Твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь, встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся от самых дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог Твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога Твоего, ходил всеми путями Его и любил Его». Но здесь как бы для кого-то несовместимо, как это бояться и любить. В Писании же сказано, страх Господень – начало премудрости. А премудрость наставляет нас любить Господа всем сердцем и всем помышлением. Ибо премудрость раскрывает нам, сколь много нам дает и прощает Господь. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог Твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога Твоего и ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу Твоему от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. «Чтобы соблюдал заповеди Господа Бога Твоего и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо». То есть мы не только живы исполнением закона, мы и благость обретаем. Нам хорошо становится по-настоящему тогда, когда мы исполняем волю Божию. «Вот у Господа Бога Твоего небо и небеса небес земля и все, что на ней. Но только отцов Твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас всеми их после них, из всех народов, какие ныне видишь. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». Обряд Бритмила, обрезание плоти, они соблюдали, а сердца не обрезали. Кто-то спросит, а как можно обрезать сердца? Все делать с любовью. Вот этого им не хватало, поэтому Господь замещает иудейский народ христианским народом. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Ибо Господь – Бог ваш, есть Бог богов и владыков владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». То есть никакими взятками, там, килограммы свечей ставьте в храме, от Бога нельзя откупиться. Он не смотрит на лицо, он смотрит на сердце каждого из нас. «Он есть тот, который дает суд сиротеи и вдове и любит пришельца». Что значит пришельца? Не еврея. Да, он любит евреев, он это сказал. А здесь говорится о том, что он любит и не евреев. «И дает ему, то есть пришельцу, не еврею, хлеб и одежду. Любите и вы, пришельца». Вот этого не хватает еврейскому народу. Также любить другие народы, как Господь любит все народы. «Любите и вы, пришельца, ибо сами были пришельцами в земле гипетской. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись». Вот мы видим в пустыне, когда искушение от дьявола, там была трансформация этих слов. «Он, то есть Бог, хвала твоя, вот чем надо хвалиться. И Он, Бог твой, который сделал с тобою те великие страшные дела, какие видели глаза твои. В 75 душах пришли отцы твои в Египет, когда был голод от хлеба, не хватало хлеба, во дни Иосифа. А ныне Господь, Бог твой, сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Ведь не только евреи выходили из Египта, к ним присоединились и пришельцы, о которых здесь речь, которые стали герами, то есть они приняли иудаизм, сами не будучи евреями. Итак, мы окончили чтение 10 главы. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 11 главу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо Господь!